Безопасность детей в период учебного года на первом месте, а значит бдительность и готовность к любой нестандартной ситуации должна быть на высшем уровне. По легенде учений в здание гимназии зашел неизвестный, представился рабочим, напал на охранника, оставил на столе сумку и бросился бежать. Охранник, не раздумывая, вызвал полицию. Уже через несколько минут в гимназии подъезжает группа задержания вне ведомственной охраны. Полицейские проверяют здание. Руководство учебного заведения тем временем занимается эвакуацией учеников и сотрудников. В учебный день здесь может находиться до 700 человек. Стараемся каждый год не менее двух раз делать эвакуацию. Делаем проверку, какие недостатки бывают. Естественно, уже разбираем на совещаниях и, естественно, доводим те или другие моменты. Улучшили систему оповещения, то есть перешли на кнопку тревожной сигнализации. Сумка, брошенная неизвестным, остается на том же месте. Трогать подозрительные вещи категорически запрещено. Это дело профессионалов, саперов, мобильного отряда, особого назначения и кинолога с собакой. Уже через несколько минут удалось установить в сумке взрывчатка. Правда, учебная, которой никакой опасности не представляет. Но в реальности подобная бдительность может спасти сотни жизней. С 1 сентября вообще наши все наряды, в том числе не только внеедостной охраны, но и патрульно-постовой службы, они все приближены к школам, к общеобразовательным учреждениям с целью оперативного реагирования на те или иные сработки кнопок экстренного вызова и вообще сообщений по 0-2. Очередная тренировка полицейских и руководство гимназии прошла успешно. Удалось задержать и злоумышленника, который к моменту приезда полицейских не успел далеко уйти от здания.